дорогие зрители приветствую вас с вами лара и канал мой альпийский сад сегодня я хочу вам рассказать и ответить на вопросы потому что были вопросы по поводу вот этих двух новых купленных гортензии болеро синий и голубые и розовый а также еще по поводу невесты мне задали тоже вопрос значит сначала расскажу болеро на прошлой неделе буквально эти два кустика значит эйфория от покупки у меня прошла разумеется я что-то обрезала изнутри так как у меня читатели спрашивали что я буду делать с черенками вообще как я планирую делать и обрезку что я дальнейшем как я буду формировать эти кусты вот я для начала решила что я длинные естественно побеги буду оставлять потому что присмотревшись к тем побегом которые цветут да вот более более взрослым побегом вот они темные побеги можно увидеть что из пазух сейчас я фокус поймаю из пазух начали появляться бутончики сейчас еще найду где-то я прям видела прям бутончики бутончики из пазух вылезали вот на таких вот уже взрослых вот секунду вот здесь прям хорошо видно чтобы тут бутончик лезет из пазухи это пусты темные с чего я сделала вывод что это пусты прошлого года то есть они цвели в этом году вот цветение розового болеро вот еще один такой темная темная ветка на ней тоже есть видение из пазух я так думаю предположительно тоже полезли бы еще и дальше если бы не наши не нашим наступ наступающие зима и холода а вот такие приросты это прирост и скорее всего это этого года они светлые них только внизу немножко они начинают темнеть вы видите у основания они еще не цвели и разумеется что мне их жалко черенковать хотя зеленые черенки укореняются значительно проще но мне их черенковать не хочется мне хочется их оставить и просмотр и после не посмотреть как они будут себя вести на будущий год как они будут свести будущий год по возможности разумеется потому что зимовка у меня будет прохладном помещении непромерзаемом пока я решила растить оба эти сорта сбежавшую невесту тоже как контейнерная забирая на зиму в холодный гараж он у нас не отапливается я живу в европе и у нас не бывает очень сильных морозов но если морозы бывает то не бывает снега поэтому с укрытием тоже не всегда не всегда просто непонятно как это укрывать может дождем все залить может быть плюс 10 тюзима может быть там есть месяц до минус десяти например по ночам опускаться при этом без снега сейчас хочу вам показать цветы синего болеро они не очень крупные я не знаю чем это может быть связано возможно с поздним цветением потому что я рассчитывал чтобы будут побольше цветочки вот тут тоже вылезает видите такие голубенькие на веточках и вот это все идет обратите внимание от ветки которая у основания уже темненькая я надеюсь что камера не очень сильно туда-сюда гуляет и вы понимаете о тему о чем идет речь а цветы которые отсвели немного раньше они уже начали менять цвет видите посмотрите они стали такие более зелено розовый приобретать оттенок то есть практически сейчас я обойду кусты они у меня стоит на столе я специально поставила их чтобы снять вам показать со всех сторон то есть фактически одинаковое цветение по окончании вот это розовая а вот это голубая сейчас попробую взять одновременно одной рукой а две ветки и сравнить в общем то не отличишь розовый от голубой да у меня есть квасцы я буду конечно потенять синенькую чтобы она была синий в конце концов ну а измена цвета перемена цвета я думаю это связано с тем что на улице стало прохладнее потому что например вот эти две макрофилы я не знаю какие сорта у нас их редко подписывают я покупала синими синими вот буквально синие они были все они были значительно синее чем вот этот цветок один разница в покупке примерно месяц вот этот куст куплен где-то в конце августа вот этот неделю назад чуть больше тоже был полностью синим вот сейчас он становится вот такой увидите я ничего абсолютно не меняла в уходе купила через неделю он стал такой становиться розовый зеленый уходить даже в розовинку а тот который синий тоже превращается постепенно в такой розовый более в розовый сказала бы немножко где-то остается еще вот такие синенькие цветочки но больше больше вот таких с чем это связано не могу сказать они у меня стоят в тени и на них солнце вообще не попадает то есть я думаю что это перепады температур ну и возможно освещение потому что сверху цветы розовые а снизу более голубые либо им просто снизу теплее не знаю другого я другой причины я не могу объяснить почему они так себя повели но вернемся давайте тогда все-таки к болеро к невесте одна из подписиц у меня спросила не меняется ли цвет у моей невесты вот смотрите все что это цвело летом я обрезала потому что у нас было очень жаркое лето и цветы сохли на концах очень быстрый был были не некрасиво некрасивый был куст поэтому я обрезала все что цвело она цвела не очень извините не очень обильно и тем крупные цветы которые были я их срезала и какие-то остаточные цветы остались и вот они стали тоже разоветь если вы обратите внимание вот такая становится невеста ближе к осени и опять же я думаю что это результат холодных ночей у нас ночами сейчас где-то плюс 10 может быть чуть пониже ну и днем максимум до 15 температура поднимается а до этого нас было очень-очень жаркое засушливое лето я планирую до того как гортензии уйдут на отдых еще их покормить осенними удобрениями это монофосфат калия без содержания без содержания азота нас так они называются осенние удобрения с тем чтобы вот эти веточки начали один одеревенеть до начали становиться более прочными а вот не такими невызревшими молочно-зелеными которые я не уверена как они перезимуют даже в холодном помещении я боюсь они начнут усыхать ну просто в прохладном помещении потому что очень часто идет вот такое как увядание у гортензии именно тех веток которые не вызревают поэтому пока пока погода нам позволяет пока еще плюсовая температура я буду их кормить осенним удобрением вы готовить к осени разумеется к зиме листья пока у них вы видите в основном зеленая несколько желтых пока что даже принципе еще листопада нет невеста вообще так вся зеленая и курса в общем-то густой но веточки не такие длинные как у как у болеро я могу вот немножко отойти подальше вы посмотрите на все три куста уст слева это невеста это у нас блю болеро и вот это у нас пинг болеро вы видите что стол примерно наверно 2 2 метровый на 100 может быть метр восемьдесят и вот такие раскидистые кустики такой у них раскидистый вид но не лежачие побеги не могу сказать что они прямо стелятся по земле и куда-то там лежат в грязи я так не не вижу их увидим как дальше все будет формироваться как они будут дальше себя вести будет будут ли они паникать в конце концов ли они будут такими прямо стоячими как вот эти веточки мне пока сложно сказать у меня эти гортензии первый сезон но я буду вас обязательно держать информировать вас как эти веточки кустики будут себя вести как они будут у меня зимовать позже обязательно снимать видео также про череночки которые я начеренковала и сейчас держу их в мини теплички дома я брала слабенькие веточки ну вот примерно как вот какого-то такого плана я брала веточки на некоторых были зелененькие макушки в основном они в большей части конечно они деревянные были эти веточки и не думаю что эти череночки будут хорошо укореняться но посмотрим в любом случае может быть чуть позже что-то я еще нарежу если мне рука поднимется потому что резать конечно все ну не все а что-то все равно жалко когда хочется для себя это оставить поскольку я не занимаюсь разведением профессионально многие специалисты рассказывают о разведении они занимаются этим разведением на продажу я не занимаюсь в этом плане профессиональность только меня кто-то просит из знакомых или друзей или близких кого-то ну или для себя я делаю какие-то дубликаты поэтому маточники я планирую все сберечь по максимуму не обрезать ну и рассчитываю что на следующий год я все-таки увижу их в полной красе цветущими и обязательно конечно же покажу вам мои дорогие друзья а на сегодня я с вами прощаюсь и до новых встреч всего вам доброго